Здравствуйте, я Марина. Мы находимся в бильярдном клубе «Мистер Морис», где проходит чемпионат Харьковской области по Московской пирамиде. И сейчас мы зададим несколько вопросов участникам. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Валера. Как ваше настроение, Валера? Боевое. Какого бы результата хотели бы добиться? Показать хорошую игру. Я не хочу там выиграть турнир, просто хочу показать хорошую игру. Ой, повторюсь. Спасибо большое. Доброе утро, уважаемые спортсмены, гости и зрители. Чтобы не мучить вас своими томными речами, чтобы ни в коем случае не угасло ваше желание как можно быстрее сразиться, я хочу перейти к самому интересному. Я хочу представить наш организационный комитет. И прошу вас поприветствовать Константина Титова. Это хозяин клуба «Морис», это руководитель любительской лиги «Мистер Морис». И хочу выразить вам огромную благодарность за то, что за объединение усилий в развитии этого вида спорта. Также благодарность за упорство, за решительность, за креативность идей. И хочу выключить вам такую табличку, как вы просили на русском и на украинском языке. Ребят, мне очень приятно, что мне такая честь оказана и что мой клуб будет являться базой федерации. Я скажу, что я приложу максимальные усилия в помощь Константину Владимировичу Сердюку, в помощи развития детской школы и вообще развития бильярдов в Харькове. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Вы принимаете участие в данном мероприятии? Да, конечно. Конечно, принимаю, потому что люблю бильярдный спорт и практически не пропускаю ни одних соревнований в нашем городе. Каких бы вы результатов хотели добиться? Ну, в частности, это соревнование, просто получить удовольствие, потому что мой уровень любительский и я просто играю в удовольствие. Скажите, пожалуйста, какие ваши дальнейшие планы? Ну, дальнейшие планы, если говорить о развитии бильярдного спорта в нашем городе, то хотелось бы, конечно, максимально приложить усилия для того, чтобы этот вид спорта в нашем регионе развивался. И хотелось бы, ну, максимально помочь федерации, а в частности Константину Владимировичу Сердюку, как президенту федерации. И все-таки надо развивать детский бильярд, детский спорт, ну и поднимать уровень игроков более взрослых, ну, то есть уже профессионалов, чтобы они становились еще более профессиональными игроками. А еще, конечно, очень хотелось бы, чтобы люди, которые занимаются этим спортом в нашей стране, обратили внимание, что у нас в регионе есть такая мощная и сильная организация, как федерация спортивного бильярда Украины, вот именно в нашем регионе. Ну, собственно, очень хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы этот вид спорта был гораздо более популярным, чем сейчас. Спасибо большое вам. Да, и вам спасибо. Ну, всем удачи. А теперь я хочу вас попросить поприветствовать главного секретаря Федерации спортивного бильярда Украины, Руслана Корененко. Спасибо вам огромное благодарность за тот большой объем работы, который выполняет, который очень важен для нас, за оперативность, за скорость выполнения этой работы. Вот и предоставляю вам слово. Всем добрый день. Сегодня у нас четвертый уже в этом году чемпионат области. После комбинированной, динамичной и свободной пирамиды мы в этот раз сыграем московскую пирамиду. По старым правилам соперник снимает шар после забитого свояка. Штраф с полки на стол, вылетевший чужой не штраф. 30 участников у нас сегодня, сетка 32 на 16. Все встречи до трех побед, последний круг до четырех. Выходит, как уже мы знаем, на воскресенье восьмерка. Посеяны все в соответствии с рейтингом Харьковской области. Под первым номером Андрей Булов, под вторым Константин Себюк. И далее все по рейтингу. Завтра также 8 человек отбираем. В воскресенье добавляется еще восьмерка. По старой схеме, которая, я думаю, со следующего года будет изменена. Но пока по этой схеме играем. Большая просьба ко всем на чемпионате области форма одежды. Ну пусть не так ярко, как у Жени Геразитенко, к примеру. Но хотя бы брюки и рубашка. Все понимают, все-таки чемпионат области. Хотим сюда завести телевидение. Хотим, чтобы поснимали, показали сюжеты. В Харьковских пока новостях. Я думаю, что дальше пойдет и больше. Потому что такого чемпионата области, как в Харькове, наверное, не проводят нигде. Я думаю, ребята из других городов, из других областей понимают, о чем идет речь. По 70-80 человек нигде. Чемпионата области не собирают. Поэтому просьба еще раз ко всем. Форма одежды. В принципе, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь я хочу вас поприветствовать Ковалеву Андрея. Это руководитель клуба «ЗЕВС». Это Андрей параллельно в городе развивает новые дома. Это какой район у вас? Фрунтенский район. Немышлянский. Немышлянский. Благодарю вас. Спасибо. В этом году вы показали, что у нас есть около 20 новых игроков, на самом деле, которых я лично не слышал. Даже больше. Даже больше. Я думаю, под 40. Нет, там и система проведения была новая. Ну вот. Может быть, тоже подхватит. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь прошу вас поприветствовать главного судью Федерации Артамонова Александра. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ За то, что спокойно относитесь к моей скорости и медленной, и быстрой. И за качественный материал, который вы для нас показали. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, сейчас полная тишина Называю пары, чтобы не переспрашивать Здравствуйте, представьтесь Меня зовут Виолетта Скажите, как давно вы занимаетесь данным видом спорта? Около 7 лет Какая вам дисциплина больше нравится? Я играю в русский бильярд Играю и в свободную пирамиду, и в московскую пирамиду И там, и там абсолютно разные игры, разные стратегии Поэтому определенно сказать не могу Но, скорее всего, это, наверное, все-таки свободная Америка То есть там более динамичная игра Как ваше настроение? Отличное настроение Правда, сегодня были очень интересные сборы Потому что я перепутала и думала, что форма одежды немного другая Но подлично настроена поиграть, побороться Я, если не ошибаюсь, единственная девушка на этом турнире Но я, надеюсь, мужчинам нервы помотаю Каких бы вы результатов, успехов хотели бы добиться? На данном турнире я хочу получить опыт в первую очередь Потому что скоро в Харькове, в этом же клубе Будет проходить Кубок Украины Он уже будет раздельно Отдельно мужчины, отдельно женщины И у меня не очень много сейчас турнирной практики Поэтому здесь хочу получить опыт игровой То есть почувствовать атмосферу турнира Поиграть, побороться, естественно Ну и, конечно же, показать хорошую игру Буду стараться Как вам организован данный чемпионат? Я благодарна хозяину этого заведения Потому что он прикладывает усилия для того, чтобы все было хорошо И, я думаю, организация на очень хорошем уровне Спасибо большое Спасибо До свидания Спасибо 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 Спасибо